37 населенных пунктов и районов Украины с сегодняшнего дня в красной зоне. До последнего обновления карантинной карты было 29. К более суровым ограничениям переходит и Киев. Столица на следующие две недели в оранжевой зоне. Здесь самая высокая скорость распространения коронавируса в стране. Подробности в материале Инны Мазуркевич. Ограничения на проведение массовых мероприятий меньше клиентов в фитнес-центрах и пассажиров в транспорте. Ну, разве что в таких транспортах, а метро, как было, народу много, так и осталось, в принципе. Ну, а что она поменяется? Ничего же не поменяется. Именно в общественном транспорте фиксируют больше всего нарушений, вопреки усилению карантина. Маршрутные такси переполнены, а многие пассажиры без масок. В трамваях и троллейбусах уверяют, что придерживаются ограничений. Ничего не изменилось. У нас в посадочных мест 50, и так и запускаем 50 человек. Не больше, не меньше 50. Люди, конечно, где-то недовольны, но что мы можем сделать? Такий порядок мы мусим его выполнить. За минувшие сутки в Киеве зафиксировано 168 новых случаев заражения COVID-19. То, что инфицированных в ближайшее время станет меньше, не верит и мэр столицы. Цифры трошки меньше, и можно родить тому, что меньше случаев. Но такое изменение количества выявленных случаев медики поясняет тем, что в выходные дни работают не все лаборатории. С сегодняшнего дня в Киеве запрещается проведение массовых мероприятий, деятельность фитнес-центров и хостелов, кроме гостиниц. А число пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% от количества сидячих мест. Посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группам не более 20 человек. Это ограничение не относится к школам и детским садам. В других регионах страны ситуация иная. Чоп, Нежин, Канев, Славута, а также отдельные районы во Львовской и Хмельницкой областей вернулись в жесткий карантин. Из-за высокой заболеваемости COVID-19 там ввели красную зону. Несмотря на новую карантинную карту, вводить жесткое ограничение по всей стране власти пока не планируют. Уверены, адаптивный карантин работает. Всеобщий карантин могут вернуть, если заболеваемость с коронавирусом будет симметрично расти во всех регионах. Инна Мазуркевич, Юрий Шульга, Киев, Твой дом.